Всем привет, друзья! С вами канал Сергей и Леся. Сегодня в Польше очень непростое положение с коронавирусом. Более 3,5 тысяч инфицированных. В этом выпуске мы поговорим с вами о том, как Польша борется с этой непростой проблемой. О положении иностранцев, а также зарбитчан в Польше. А также поделимся мыслями, как пережить это трудное время. Друзья, в Ютубе очень много каналов о Польше. А вот по-настоящему хороших, необычных и полезных мало. Канал Максима именно такой. Он раскрывает очень интересные темы. Как иностранцу открыть свой бизнес в Польше. Общается с реальными предпринимателями. Показывает все плюсы, минусы и подводные камни разных сфер бизнеса. 3 миллиона 300 тысяч долларов оборот. В месяц. Что в этом бизнесе для тебя сейчас самое сложное? И какие самые сложные решения ты принимал здесь? Ну вот, полтора. Понимаем, что не так все сладко, как считалось. Сколько сейчас тратите денег в месяц на рекламу? А в налогах есть какая-то разница? Процентовости. Потратила, наверное, где-то полторы тысячи долларов. Вы покупаете их опыт, экономя свое время. Потратили около 25 тысяч евро. То, как открыть кальян, в Польше в Ютубе нет. Так что переходите по ссылке на канал Максима, подписывайтесь и наслаждайтесь качественным контентом. Это второе место, все, Польша, Макс Елиц. Расскажи, сколько ты сейчас на этом зарабатываешь и какие у тебя есть вообще проекты? Чистая прим, сколько вышло в том месяце? Запрещен в Евросоюзе реклама заведений с собачной продукцией и алкоголем. Моя цель стать однозначно первым в Польше. Надо все равно рискнуть, чтобы потом, а потом будешь жалеть, что ты этого не сделал. Ну что же, вот коронавирус добрался и до Легницы. Как ни печально, но в нашем городе уже трое человек заболело этим вирусом. И мы почувствовали, что такое есть эпидемия. Как это проявилось? Ну, впервые мне стало жутковато, когда я вышел в город. Потому что не только в городе, а даже в нашем селе, где мы сейчас живем, ездят машины. Это машины либо скорой помощи, либо это пожарные машины, либо полицейские машины с сиренами. И везде говорится, то есть в рупор, что инфекция, оставайтесь дома, старайтесь избегать посещения общественных мест, держитесь на дистанции 2 метра друг от друга. Ну, все сводится к тому, что оставайтесь дома, вообще никуда не выходите. Просимы о некрупованиище, а без минимализовать риск закажения. Добируемы, застаньте дома. До отпусков, векарных, векарных коронавирусах. Как видите, друзья, ездят сейчас по улице машины. И всем говорят, что оставайтесь дома, не вступайте в контакт, чтобы избежать заражения коронавирусом. И сюда даже в село уже добралась, скажем, не эпидемия, но тот дискомфорт, который она приносит. И, конечно, здесь я понимаю, что когда меня спрашивают, а где вы живете, я с гордостью могу сказать, я живу в селе. И сейчас, возможно, сельские ребята, которые раньше как-то стыдились, могут с гордостью сказать, а я живу в селе, я свободен. Да, действительно, я представляю, как нашим друзьям, как вам сложно самоизолироваться в какой-то квартире, в лучшем случае, или в комнате, когда вокруг могут быть люди заболевшие, либо просто какие-то люди, с которыми ты должен проводить полностью все свое свободное время. И как хорошо находиться в селе, допустим, на свежем воздухе, когда началась весна, когда у тебя куча забот, работ, хлопот, и ты вообще не чувствуешь вот этой самоизоляции. Только с телевизора, с интернета и, скажем так, уже с улиц слышатся такие вот пропаганды, такая, чтобы не выходили никуда, оставались дома. Что я скажу, ездил я забирать посылку, так как все магазины сейчас, кроме продуктов, закрыты, фактически ничего купить невозможно, ну, скажем так. И даже те семена, которые, проблема раньше не было купить, нам пришлось заказывать по почте. И, представляете, перед работой мы поехали на почту, чтобы забрать семена, рассчитывали, ну, за час до работы подъехать, и увидели там очередь, огромную очередь. Я был пятнадцатым человеком. За то время, пока я стоял, проехало несколько машин с сиреной. Вот ситуация такая очень сложная сейчас, мы надеемся очень, что она изменится к лучшему. И, ну, от себя я говорю, ребята, если у вас есть возможность где-то переехать в село, на дачу, уезжайте с этих мегаполисов, потому что, по всем данным, быстро это не закончится. Так что забирайте, сажайте петрушку там на огород, и все будет хорошо. Это один из моих советов. А теперь давайте поговорим о том, как же обстоят дела с иностранцами, с зарабетчанами, которые остались в Польше, которые здесь живут и работают. Есть люди, у которых во время эпидемии, во время карантина заканчиваются визы, строк визы и строк карты побыта. И понятно, что они не могут выехать, и они не могут получить податься, например, на новую карту побыта. Польское правительство это все предусмотрело. И есть хорошие новости, что на время карантина продляются визы, и строк визы проходит с 15 марта и до окончания карантина, то вы легально находитесь в Польше, можете легально здесь находиться. И потом, после официального объявления окончания карантина, вам дается еще 30 дней, чтобы пересечь границу. И депортации никакой вам не поставят. Что касается карты побыта, то когда все это закончится и ужонды начнут работать, то вы сможете податься на карту побыта, и это не будет считаться тем, как бы, вне закона. То есть вы законно подадитесь на новую карту побыта. Конечно, не такие радостные новости насчет граждан, которые находятся здесь по безвизу. Потому что, к сожалению, польская власть не приняла такого закона, что люди по безвизу, которые здесь находятся, могут находиться легально после его окончания. То есть вам придется найти какой-то выход и все-таки пересечь границу. Ну или получите потом депорт, и какое-то время вы не сможете сюда заехать. К сожалению, так. По безвизу здесь могут находиться только граждане, после окончания безвиза, могут только находиться граждане Бразилии, Аргентины, Уругвая, Коста-Рики, еще там каких-то стран, но Украина в этот список не входит. Сейчас открыли, на таможне открыли автомобильное передвижение. То есть пропускают автомобили, а пешеходную границу закрыли. То, не знаю, но, наверное, как-то выход можно найти из этой ситуации. Давайте поговорим с вами также о том, как же пережить это трудное время. Я очень много сейчас об этом думаю, потому что понимаю, что очень много людей в сложном положении, особенно люди среднего класса, которые не откладывают деньги, которые не могут отложить какие-то сбережения, и они живут от зарплаты до зарплаты. И когда эта зарплата пропадает, то что делать непонятно. Люди, которые живут в Польше и снимают жилье, то есть такой вариант попросить у ваших аренда... у людей, у которых вы снимаете жилье, попросить их немножко снизить цену. То есть хотя бы попытаться. Понятно, что не все согласятся, и это нормально. Но я знаю, когда мы съезжали, например, с нашего жилья, нам хозяин предлагал на это время немножко снизить цену на 300 злотых. Также у моей подруги им тоже снизили цену аренды на 300 злотых. Все-таки это как-никак, но это деньги. И люди прекрасно понимают и входят в положение, потому что понимают, что сейчас многие сидят без работы, и многих уволили вообще. Если кто-то просто сидит на карантине, кого-то уволили, и они сидят без работы. И очень сложно платить аренду большую. И в принципе им это тоже невыгодно, потому что, понимаете, лучше вы будете платить, например, 600 злотых за комнату вместо 1000 в месяц, чем вы не сможете платить вообще и уедете в Украину. Что касается работы, то если вас, например, уволили, или вы в долгосрочном карантине, и у вас нет денег, вам нужно работать, вы находитесь в Польше, это чужая страна, как ни крути, это не дом, да, и надо как-то крутиться, что-то делать, что-то предпринимать, то заходите в Facebook, подписывайтесь на группы, ищите объявления. Сейчас много очень объявлений о том, что набираются, например, рабочие на заводы, где делают капельницы, потому что, к сожалению, вы сами понимаете, что сейчас это необходимо. Поэтому набирают очень много людей на заводы, где делают капельницы, где делают дезинфицирующие средства, тоже очень актуальное такое, да, сейчас везде мы в магазины, сколько нужно дезинфицирующих средств, на заводы, где люди работают, даже просто люди для себя сколько покупают, и вы понимаете, что это производство как раз выросло просто в неимоверные разы. Так что тоже я находила очень много объявлений, которые, заводы, которые набирают людей для такой работы. Также открывается сезонная работа, например, у нас здесь есть малина, и люди, есть только одно условие, что у них вагончики, и там люди живут, чтобы они не выходили за территорию вот этой промышленности, да, то есть там есть теплицы, и рядом вагончики со всеми удобствами, и нужно там и жить, и работать. Но если у тебя, например, нет работы, и ты не можешь платить за жилье, то мне кажется, это хороший, в принципе, вариант. Это лучше, чем просто сидеть и считать последние копейки или паниковать тем более. Так что, друзья, ищите какие-то варианты, я вас прошу, не сдавайтесь, потому что это все временно, понятно, что сейчас уже все поняли, поняли, что это серьезно, что это надолго, но это не навсегда, надолго это не навсегда. Так что, я думаю, все будет хорошо, укрепляйте свой иммунитет, не подвергайтесь каким-то ненужным воздействиям, меньше ходите в магазины, не падайте духом, все будет хорошо, мы с вами, так что, пишите свои комментарии, что вы вообще чувствуете в это время, мне именно о ваших чувствах напишите, вы паникуете, вы спокойные, как у вас в семье, как вам на карантине, как ваша семья, наоборот, сплотилась в это время, или наоборот, вы как-то возненавидели друг друга в четырех стенах, напишите, как вам живется в это время, что происходит в Украине, кто нас смотрит с Украины, в других странах, в Белоруссии, в Казахстане, везде, где нас смотрят, напишите, пожалуйста, я буду читать все ваши комментарии. А у меня, слово, начались огородние работы, и моя задача грандиозная стоит, вот тут участок, который вы видите у меня за спиной, я только начал возделывать, только начал копать, но уже посеял много полезных культур, уже посеял щавель, редиску, лук, чеснок, морковку, и даже вот там щавель, салаты, капусту, помидоры, но это рассада. Ну что же, друзья, вот мой огород, здесь я сажаю самые различные растения, работы очень много, вот аж туда у нас в плане, надо будет все перекопать, сейчас уже тут растет и редиска, петрушка, щавель, такие вот саженцы смородины черной, посадила также морковку, очень много лука, есть у меня маленькая, маленькая такая тепличка, вот парнык, я вам сейчас покажу, что здесь растет, тут у меня рассада, вот такая, это у нас капуста и сала, также сельдерей, который я нашел корень, хочу семена сделать, и здесь, на вот этом участке, вот если вы видите, растет трава, очень такая хорошая трава, и тут надо будет все скопать, но я придумал так, что мы не будем ее портить, а я вот сделал вот такой эксперимент, то есть я пытаюсь сейчас ее перенести как газон, то есть в те места, где трава должна быть, но ее нет, перенести как газон, а потом уже готовую почву скопать, так что работы очень много, и как вы спрашивали, как в селе вообще, ходят ли в масках, чем занимаются, я вам скажу так, то есть тут все нормально, люди садят огороды, очень все активно, даже сегодня охота была, то есть тут стреляли с винтовок, собаки лаяли, тут рядом леса, была охота, в масках в селе никто не ходит, в отличие от города, в городе очень много уже ходит, и поэтому, как я вам уже сказал, что есть возможность едьте в село, и здоровья всем вам, и успеха, пока-пока. Вот так работают службы, чистят ручейки, канавы, работа кипит, просто скажем так, здесь, вот друзья, представьте, это обычное село, приехал трактор, и вот расчистил только что вот такую вот канаву, и все классно, все хорошо. Не знаю, вроде бы все вам рассказала на данный момент, очень много всего, и, кстати, вот, я не знаю, как, у нас есть очень много тем, вообще месяц назад у нас было, вот я с вами немножко пооткровенничаю, месяц назад у нас было очень много тем для видео, очень много тем разных, и сейчас мы не можем их снимать, а даже если можем снимать, то не можем выложить, потому что, потому что людей сейчас это не интересует, если ты, например, будешь выложить какие-то другие темы, это будут, или не будут смотреть, или скажут, что, как бы осудят тебя, что в такое время ты вот занимаешься такой чепухой, и как бы время диктует свои правила, и сейчас мы вот должны с вами поделиться нашей информацией, нашей жизненной ситуацией, ситуацией вообще в Польше, потому что я понимаю, что для всех это важно, все следят за другими странами, потому что сейчас весь мир просто сплотился в какую-то одну огромную страну, да, потому что нас сплотила одна проблема, одна задача, которую нужно решить, и поэтому это даже такой и небольшой плюс, да, вот эта сплоченность, так что давайте держаться вместе, на сегодня все, я с вами прощаюсь, говорю вам пока-пока, с вами был канал Сергей и Леся, здесь и сейчас, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова